МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Вышегородцева. И Мария Ирунч. И это программа Кинокайф. У меня зимняя депрессия. Завтра уже весна, какая зимняя депрессия. Так, перестань здесь. Отстань, мне и так уныло и грустно. А еда это лучший способ побороть депрессию. Ира, еда это лучший способ не пролезть в дверь или не поместиться в кадр. А ты нас не сожрешь? Лучше посмотри какой-нибудь интересный фильм. Ты же любишь вот эти всякие там романтические. Посмотри Джанейр. Я смотрела потрясающую историю любви. Экранизации любовных романов не часто могут похвастаться хорошей игрой актеров. Но здесь актеры просто потрясающие. А как неподражаемо хорош Тимати Далтон. Воплощение настоящего идеального мужчины. Ну ты что бить по никула-то? Дай мне револьвер. Валера, настало твое время. Обойдешься. Хотя, может мне повезет, и ты по неопытности попадешь сама в себя, и проблема с депрессией решится. Вот это заявление. Ну ладно, не убежать. Я же пошутила. Револьвера, конечно, у меня нет. Но я могу посоветовать крутую картину Гая Ричи, которая так и называется «Револьвер». Интересно? 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 Ну рассказывай, раз начала. Джек Грин был успешным азартным игроком. Его нанял босс мафии по кличке Мака. Для того, чтобы выиграть в очень крупной игре. Но вдруг возникает перестрелка, и деньги тайсным образом исчезают. Полиция арестовывает героя по подозрению в организации нелегальной игры. Проходит семь лет, и Грин обретает свободу. Проходит еще два года, и герой, заработав денег, хочет отомстить своим врагам. Дальше не рассказывай, иначе будь неинтересным. А там прям ух, фильмец. Фильмец, ух! А мне все равно грустно. Ты нытик. Ну не знаю, ну пусть тебя хотя бы новинки кинопроката теперь попробуют порадовать. И первая новинка этой весны – фильм «Довлатов». В центре повествования – жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова. Менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы. Однако их не публикует ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Сергее Довлатове. Она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем. Будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском и многих других. А еще это история и о Ленинграде, который в то время был центром замечательной литературной и театральной жизни. А для юных зрителей 1 марта выходит мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета все внезапно меняется. Нечайная находка, дивный цветок уносит Мэри в далекое зачарованное царство. В мир полный невероятных приключений и завораживающих чудес. И этому миру грозит опасность. Вместе с черным котом, соседским мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой, ей предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны и узнать, что такое настоящая дружба. Я поняла. Мультики – это самое крутое, что может быть. Именно они всегда нас возвращают в детство и заставляют ни о чем не задумываться. Все, решено. Мультики спасут мир от депрессии. Ну и отлично. Значит, мы можем перейти к новостям. Причем к хорошим. В этом году Марвел будет праздновать свое десятилетие. А каким образом киностудии отмечают свои юбилеи? Отправной точкой празднования будет считаться премьера фильма «Мстители 3. Война бесконечности». А потом будут выпущены эксклюзивные сувениры. А в кинотеатрах будут организованы различные мероприятия. Ну что я могу сказать? Ура! На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любимые, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунч. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова